На телевизионный конкурс «Скрипичный ключ» в этом году было подано более 200 заявок по четырем номинациям – хореография, вокал, инструменталисты и художественное слово. После отборочного тура финалисты выступали на сцене районного центра культуры и досуга. Компетентные жюри, отсматривая выступления юных исполнителей, отмечали их индивидуальность. Есть довольно интересные ребята, как всегда. Есть какие-то, которым нужно еще больше времени, чуть больше опыта, чуть больше усилий, занятий. Это потому что, понимаете, при всем таланте, как известно, без занятий, без работы над собой, конечно, ничего не будет. Певица Зоя Голод занимается в Доме культуры поселка совхоза имени Ленина с четырех лет. Сейчас ей 10, и у нее это не первое состязание. Недавно я участвовала в отборочном туре детского Евровидения. К сожалению, не попала в финал, но на ближайшие два года у меня есть планы сделать это. Для многих ребят занятие творчеством становится смыслом их маленькой жизни. Я очень люблю петь, я просто жить без музыки не могу. На этом конкурсе я исполню песню «Письмо к Элле» – джазовое произведение. Я выбрала это произведение, потому что мне нравится джаз. Проведение нового для Ленинского района телевизионного конкурса вылилось в необычный праздник. Радостные лица, яркие костюмы, фотографирование на память. В фойе Дома культуры у исполнителей, как у настоящих артистов, брали интервью. И после выступления ребят снимали на камеру. Дальше будешь продолжать выступать? Конечно. Молодец, я тебя поздравляю, ты просто выступил великолепно. Молодец. Мы очень много где ездили, это были и в Сочи, и в Питер, и в Казань. Но такого, во-первых, интересного фестиваля нет нигде. Вот совершенно другого формата. Вот можно точно сказать, что наш конкурс самый эксклюзивный. Но, к сожалению, конкурсные выступления вышли за рамки обозначенного времени. И детям иногда приходилось ждать своего выхода на сцену. Да, немножечко происходят задержки, но это же и телевизионная запись тоже. Это влияет уже на определенные факторы, соответственно. И фактор времени здесь в первую очередь. Несмотря на ожидания и конкурсное волнение, ребята справились и показали себя не только жюри, но и будущим телезрителям. Я люблю участвовать в конкурсе. А это новинка была мне, потому что это телевизионный конкурс. Играла я произведение Карла Коллинга «Маленькую венгерскую рапсодию». На самом деле я очень сильно волновалась, потому что все будут смотреть, пересматривать. Я хочу выступать в каких-то телевизионных шоу. Хочу, чтобы у меня много медалей, наград было. Я стремиться буду к этому. Я хочу стать великой барьериной. По итогам голосования члены жюри отобрали лучших. Награждение проходило по каждой номинации. Мы надеемся, что в следующем году наш конкурс пройдет еще с большим размахом, потому что он, как выяснилось, пользуется спросом, пользуется популярностью, чему мы очень рады. Все выступления участников будут показаны на телеканале «Видное ТВ». И каждый может выбрать понравившееся выступление. Ведь впереди голосование на приз зрительских симпатий. А Людмила Медведева, Сергей Ларин, «Видное ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...